Мы открыли интеграционный центр, в нем сидит психолог, я как бывший бизнесмен могу по бизнес-планам помочь, объясняя людям, как могут они получить жилье, правовые законодательства, всех кодексов по жилью по земле. Есть человек, который составляет резюме, может собеседование провести и сказать человеку, как правильно себя вести на собеседовании. Сейчас мы открыли 14-го числа, уже зарегистрировали два вида кормленных виддилов, не это Северодонецк и Лисичанск. В эти подразделения входят ребята из подразделения Луганск-1, Айдар и еще какие-то подразделения, УНСО. Они сами организовали, попросили до нас, они занимаются чем? Они сейчас пишут большой проект по соцпредприятию, это соцпредприятие будет создано для того, чтобы демобилизированных ребят устраивать на работу, это основная цель. Значит, еще в их обязанности входят сейчас львовяне, туда едут, будут подавать большой проект по испытанию летательных аппаратов разных. Я вот дела, я не конструктор, не понимаю, но понимаю, что это нужно нашим ребятам, этой армии, поэтому я протянула им руку, оформила все документы. И сейчас вот созваниваюсь, ищу людей со Всватова, потому что наши ребята с Луганска один туда переведены, и нужно их там как бы и принять, и хоть какую-то еду дать. Ну, в общем, на расстоянии оказываю как могу какую-то помощь. И, в принципе, хотела бы обратиться к Буковинцам тем, чтобы, я понимаю отношение к переселенцам, но мы разные. И, пожалуйста, если вас что-то интересует, звоните, по крайней мере, нам. И я тоже за то, чтобы людей сортировать. И, ну, как бы, настаиваю на этом. Наш интеграционный центр, который для переселенцев находится, значит, в народном доме, украинский народный дом на втором этаже. С 10 до 19 мы там находимся. Все могут к нам прийти, не только переселенцы к нам могут прийти, могут прийти и местные жители, проконсультироваться, сделать ксерокопии какие-то. Вот наладим технику, можно будет воспользоваться интернетом и какой-то техникой.